С 8 мая по 1 июня в стране традиционно проводится месячник, приуроченный ко Всемирному дню Красного Креста. Он отмечается в 190 странах мира, чтобы привлечь внимание общественности к принципам гуманности и гуманитарным ценностям. Город Брест не исключение. Здесь множество неравнодушных и готовых прийти на помощь людей. Наша цель – это привлечь внимание широкой общественности к деятельности белорусского общества Красного Креста. Также популяризация волонтерского движения. Мы информируем население по всем направлениям, по которым работает Белорусский Красный Крест. Также привлекаем новых волонтеров, рассказываем. Мы организовали работу площадок, это информационная площадка, где волонтеры информируют население о международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца. Специалисты и волонтеры знакомили людей с деятельностью добровольного общественного объединения. Ведь Красный Крест – это старейшая благотворительная организация, созданная в 1921 году. Мероприятие проходило на набережной возле необычной лавочки Красного Креста. Одновременно работало несколько площадок. Здесь можно было узнать, как стать волонтером-отрядом и принять участие в мастер-классах по первой помощи, познакомиться с проектом клоунотерапии, получить шарики, сделать аквагрим и поиграть на специальном ковре от ГАИ. На образовательной площадке ГАИ ребята смогли провести время на тематическом ковре, который был создан сотрудниками ГАИ и МЧС. Воссоздав дорожную обстановку, играя машинками, игрушечными пешеходами, дети повторили правила дорожного движения. Участники месячника, помимо необходимой теоретической подготовки под руководством инструктора Красного Креста, на практике отработали алгоритмы действий в различных ситуациях, в том числе с использованием современных манекенов, от общего к частному для результата. Одну, вторую сверху руку, в локтях прямо, вниз гибаем в локтях, мы давим спиной. Очень интересно, потому что сама столкнулась с тем, что ребенок в пятилетнем возрасте подавился конфетой, казалось бы, в аптеке. Я ее подхватила, но она, видимо, не сильно застряла, выскочила. А врачи, ну, врачи все равно с медицинским образованием работают в аптеке, они испугались и сказали, даже мы не знаем, что в такой ситуации делать. Ну, я поняла, что я должна знать, как действовать в этой ситуации. Ну, и, соответственно, оказание первой помощи, дыхание, ну, это не дай бог, мы пляж, речка, не дай бог, мало ли, вокруг все может случиться. Очень полезно было узнать, что, допустим, какие различия между взрослой, помощь взрослому, подростку и ребенку. Допустим, что младенцам только пальчиками настолько легкие действия, я, допустим, не знала. Ну, вот такие вот, ну, важно знать в целом, возможно, не дай бог, конечно, что пригодилось, но в целом нужно знать. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктовая.